Друзья, всем привет! Коршуны мои! Вот так даже начну. Коршуны мои, здорово! Меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге. Вы знаете, я уже два года блогер. Активно стараюсь, работаю, и понятно, помимо положительных моментов каких-то, да, положительного отклика от вас, от моих зрителей, от моих коршунов, я получаю и отрицательные. И вам сто раз говорил, ребята, что вы гадости пишете, это как гороху об стенку, уже иммунитет сильный. И вместе с тем, ну, надо мне периодически заходить в комментарии, подсчитывать, так сказать, смотреть, что вы мне пишете, потому что, это не телефон, это зубная паста, потому что там очень часто я нахожу новые идеи для роликов, для видео. Я, скажем так, через комментарии с вами общаюсь. И положительные моменты я выписываю, самые такие теплые комментарии я записываю, потому что в трудную минуту, когда у меня депрессия, я периодически подсчитываю, и это меня вдохновляет. Ну, вот так я себя заряжаю. А, отрицательные комментарии, ребят, ну, либо не дочитываю, либо удаляю, либо просто пропускаю. И вместе с тем, короче, ребят, в последнее время у меня на канале очень хорошо зашли видео про недвижимость. Прям вау. Вы смотрите, вы комментируете, вы лайкаете, дизлайкаете. Ну, в общем, движение вот такое прям активное-активное. И я-то люблю эту тему, да. Вы же знаете, что я сам пришел к своей недвижимости, сам покупал эти комнаты, сам плачу ту ипотеку, да, год, еще долго-долго, но сейчас вам плачу. Ребят, и вам, в общем, тема интересная, и мне нравится про это снимать, поэтому, наконец-то, мы с вами нашли общий дзен какой-то, да. Поэтому про недвижимость ролики будут выходить в ближайшее время. Тема видео сегодняшнего, почему риэлторы, я просто вас подводил, почему риэлторы, как, даже риэлтор, как профессия в ближайшее время, она себя изживает, изживет, даже так скажу, почему агентов по недвижимости, спрос на них будет все меньше, 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 и зарабатывать будут они меньше, да. Почему, друзья, почему? И, почему, 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 ой, господи, слово, значит, мне в комментариях много вот именно риэлторов, агентов писало, что, Женя, ты ни хрена не понимаешь недвижки, ты даешь какие-то советы, вот я специалист, у меня сейчас клиентов нет, да вот что-то у меня кусок хлеба забираешь. Друзья, первый мой ответ, да, вы знаете, я работаю менеджером интернет-магазина, это те, кто считает, что я у них забираю кусок хлеба, да, значит, находите мое видео на канале, я постараюсь ссылку внизу вам приложить, да, чтобы вы зашли, посмотрели, чем конкретно я занимаюсь, находите мое видео и пытайтесь у меня забрать мой кусок хлеба, вот. Поняли задание, да, то есть если я у вас забираю, вы попробуйте у меня забрать, вот попробуйте. Хорошо, не хотите как менеджер интернет-магазина, продажи, как блогер. Окей, заберите у меня кусок хлеба, как блогер, используйте самые вообще возможные, невозможные способы и методы, да, делать, что хотите, хоть чуть ли не напрямую пишите моим людям, типа, да, я заплачу, иди ко мне, не смотри коржуна. Делать, что хотите, но попробуйте, реально, попробуйте отнять у меня кусок хлеба. Получится или нет? Я не боюсь конкурентов, ребята, я вообще не боюсь конкурентов, потому что я люблю свое дело, я люблю свою работу. Я два дня, каждые два дня я прихожу к себе на работу, где я работаю менеджером интернет-магазина, продаю плитку, я получаю удовольствие, кайф от того, что я вот делаю это, от того, что я общаюсь с этими людьми, от того, что я их консультирую, помогаю. И, понятно, мне за это платят деньги, и вместе с тем я от этого получаю удовольствие. Так и вы, в первую очередь, от своего дела должны получать удовольствие и кайф. Понятно? Понятно, почему у вас не получается? Вы что, вы приходите домой, на работу, даже те же елторы, ребят, вы знаете, вы же что приходите? Так, почитал новости, ну окей, новости надо почитать, надо знать, скажем так, ситуацию, да, для того, чтобы анализировать рынок, окей. Дальше, посмотрим, чернёк, опять же, так, зашел там что-то, тик-ток полистал, да, там шорцы какие-нибудь, поржал полдня, покурил, кофе попил, что-то клиенты не звонят, я же объявление разместил, ну ладно, Коршун виноват, короче, вот, вот что вы делаете, вот. А вы должны транслировать работоспособность. У вас должно быть много, много возможностей. Вот есть такое понятие, как для того, чтобы жить в достатке, ты должен иметь несколько источников дохода. Так вот, для того, чтобы сегодня быть успешным риэлтором, у тебя должно быть несколько источников, ручейков, которые приводят тебе клиентов. Не ориентируйся только на обид, на цен. Не ориентируйся, что твой работодатель приведёт тебе клиент, скажешь, на, Васька, на, на, продавай ему квартиру, на, сдай. Нет, ищи сам. Ищи как? Так, как можешь. Ещё раз, не сиди в ТикТоке, а ищи клиентов. Сегодня классный способ, вот, это, конечно, видео. Друзья, видео, во-первых, преимущество его, да, то, что ты блогер плюс риэлтор. Преимущество является то, что это бесплатно. То есть ты не платишь этим площадкам, по сути, плюс они тебя ещё бесплатно рекламируют. Старайся, снимай, пиши в Дзене там какие-то статьи про недвижимость, высказывай своё мнение, показывай объекты. И это бесплатная реклама. Сегодня даже на Авито, чтобы разместить объявление, ты должен заплатить 500 рублей. Вот, я по Питеру, ребят, вот, когда сдавал комнаты, да, 500, по-моему, 550 рублей платил за объявление. Здесь не надо платить, просто снимай видео. Да, это время. Да, нужно прописывать. Да, нужно стараться делать это качественно. И вместе с тем, это бесплатная реклама. Плюс ещё очень важный момент. Я рекомендую вам, я потом дальше, ребят, расскажу, почему, я просто поэтапно вас постепенно подвожу, почему риэлторы будут всё меньше и меньше. Я просто хочу вот этих риэлторов замотивировать, показать, что не во мне проблема, не тому, что Коршун снимает эти видео, да, а в вас проблема, в вас в первую очередь, почему у вас нет клиентов. Так вот, ребят, когда вы ведёте блог, да, когда вы блогер, ну, это, в принципе, всех тем касается, старайтесь показывать не только вот какую-то профессиональную свою точку, ну, именно как специалиста, да, а в первую очередь покажите себя, что вы живой человек, что вы личность. И можно вставлять какие-то влоги, рассказывать где-то про себя, то есть разбавлять свой контент, показывать, что я разный, да, я не только риэлтор, я не только менеджер, я ещё и такой, я и активный. То есть показывать людям, вот, и свою жизнь. Тем самым ты сближаешься со своим зрителем, да, ты становишься для них как родной, он же заходит, тебя смотрит не потому, что ты риэлтор, а потому, что ты человек, в тебе он узнал себя, вот, вот. И, конечно, в любом случае, когда идёт вот такая тёплая, дружеская атмосфера, человек обратится к тебе, к тебе. Конечно, он только к тебе пойдёт, несмотря на то, что у тебя там будет чуть дороже, да, либо ты очень занят тебя ждать, да. В любом случае, человек тебе доверяет. Вот через этот вот контент, через эти видео, он видит в тебя себя. Вот, вот, вы понимаете, вы понимаете, это какие возможности сегодня? Я же не понимаю, как сегодня у риэлтора не может быть ютуб-каналом? Я не понимаю, честно, а как клиент? Вот все же, все же рассчитывают, что кто-то кому-то приведёт. Ребята, рассчитывать нужно только на себя. Я, вот, человек перед вами сидит, который рассчитывает только на себя. Как блогер, как менеджер интернет-магазина, как плательщик ипотеки, как рассчитывают только на себя. Все зависит вот от этой головы, от этих рук. Так и у вас должно быть. Понятно? Хорошо, ребята, давайте сейчас перейдем в тему, почему риэлторов... Все меньше и меньше будут становиться. Да, вот этот вопрос. Так, собственно, и видео я назову. Смотрите, давайте... Вот, в целом возьмем год 2022, да? Что у меня там соседи делают, ребята? Я не знаю. У меня какие-то соседи заселились. У меня внизу сдали квартиру. Да, я говорю, ну, сдавайте мне такая разница. Ребята, я не знаю. То ли они там по шести ложкой бьют. В общем, вы слышали, да? Ладно, значит, смотрите, почему все меньше и меньше будет спрос на агентов недвижимости, да? Недвижимости. Дело в том, в феврале месяце, да, когда вот случились эти яркие события, ну, я в России живу, в Питере, мы как-то более-менее выставили. Я сейчас никого не критикую, я просто констатирую факт. Мы выставили. Как-то дальше на рынок развивалась, экономика крутилась. Там какие-то санкции вводили, мы особо на них не обращали внимания. Санкции, санкции. Ну, Господи, нашли чем напугать, да? В общем, ну, мы двигались, развивались. Все было вот так. В сентябре случается новое яркое событие. Вы его знаете. Кто не понял, вбейте в Google, в Google, в Яндекс, что случилось 21 сентября. И вот это, вот это прям тормознуло. Вот это прям долбануло. Вот даже так скажу. Рынок просто остановился. Вот чтобы вы понимали, вот если сейчас смотреть на рынок недвижимости, он у меня ассоциируется с поездом, который просто стоит на рейсах и не двигается. То есть стало все колом. Сдать комнату, квартиру даже в хорошие локации за хорошую сумму сложно. Продать тем более. Клиенту купить тоже, потому что его червяк изнутри точит, типа, ой, нет, потом куплю, потом куплю. Еще подешевеет. Не, не буду сейчас покупать. Посмотрим, что будет после Нового года, да? Опять же, если человек даже решился, он приходит, начинает требовать дисконт. Именно как покупатель. Потому что понимает, что у него из вариантов не один, а десять. И он выбирает, да? Соответственно, он начинает, как бы, продавливать по цене. Правильно делает, я согласен с ним, да? И вместе с тем, тут надо, скажем, соблюдать золотую середину. Не покупать самое дешевое, да? А все-таки исходить из позиции по качеству. Тебе же жить в этой квартире, да? Правильно? Соответственно, ну вот, три проблемы. Это кризис, он, соответственно, ударил по всем. И покупателям, и продавцам, и по агентам недвижимости. Дело в том, что сегодня никто не хочет платить за лишнее. Зачем я буду платить агенту? Вот честно, ребят, вот порассуждайте. Зачем я, за что я тебе буду платить, когда я сам могу разместить объявление на, там, на Авито, на Циане, да, еще где-то. Я сам могу приглашать, показывать, извините, отвлекли нас. У меня просто кот, он к соседке ходит, она в дверь стучала. Значит, ребят, за что я буду вам платить комиссию? Вот согласитесь. Ну, за что? Вот вы риэлтор, да, за что я вам буду платить? Когда я сам все это могу сделать? Исходите из этой позиции. Предлагайте людям что-то такое, что они не могут. Скажите, что вот я, я блогер, я риэлтор, у меня огромная база, я без проблем продам ваше жилье по той цене, которая вас будет устраивать, да. То есть, вот из этой позиции сходите. А не то, что там, ну да, разместил объявление, ну да, там, ехать, показывать. Короче, ребята, имейте в виду, что сегодня все экономят, в стране кризис, все деньги считают, это не 2000-е годы. Исходя из этого, вашими услугами, как риэлторами, будет пользоваться все меньше и меньше людей, соответственно, спрос будет падать. Вот, вот в чем причина. И ваша задача не сидеть, не ждать, не ждать, что вам позвонит клиентам. А еще раз, разрабатывать несколько путей, путей поиска клиентов самому, да. И отличный вариант становиться блогерами, ребят. Блогер, блогерство сегодня, это такая возможность, боже мой. Кто-то скажет, Жень, ну, сейчас такая конкуренция, даже на том ютубе, на дзене, господи, у тебя блогеры как собак не резаны, да. Смотри, не хочу, ребят, нет. Нет, вот я просто как любитель, как любитель снял видео про недвижимость. Вот, ну, просто, у меня эта тема нравится, да, мне коршуны иногда пишут, Женя проверил, Женя делать нечего, Женя в отпуске, я думал, я еще посмотрю, заодно проверил. За сутки почти пять тысяч просмотров, видео снято на обычный телефон, смонтировано еще банально, пять тысяч просмотров, не на тематическом канале. По статистике могу сказать, смотрите, пять тысяч просмотров принесет вам где-то десять звонков. Вот, ну, ориентируйтесь, я просто цифрам примерно скажу, из десяти звонков где-то два человека у вас реально будут готовы купить, готовы будут работать. Не на профессиональном канале, ребят, пять тысяч просмотров за сутки. Что было бы, если я скажу, что, ребята, вот перед вами сидит агент по недвижимости, Евгений, все знаю, все умею, с любым юридическим вопросом обращайтесь, решим, мои контакты внизу, плюс онлайн консультирую, плюс онлайн показываю, ребята, все-все-все-все ко мне, вот ваш агент по недвижимости в Санкт-Петербурге, только через меня, ребята, все вопросы решу. Обращайтесь, что было бы, если бы я каждый день молотил такие ролики, ребята, я боюсь представить, ребят, ой, все, я бы жил на работе, мне нужно в сутки было 36 часов, потому что не успевал бы сделки проводить, понимаете, понимаете, в чем дело, вот, вот, а вы сидите там, холодные звонки, не, все, пять звонков сделал, где мой, где мой интернет, посмотрю какую-нибудь раздвекуху, надо же отдыхать, как вы говорите, друзья, отдых заключается в том, что ты в процессе работы, ты отдыхаешь, у меня было две недели отпуска, Коршуна, все две недели я молотил ролики, я снимал, 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 консультировал, общался, мне так нравится, мне нравится, мне нравится, не могу, не могу, соответственно, вот, вот, исходите из этой позиции, что вам нравится быть агентом. И, вы знаете, тут еще такой интересный момент по поводу агентов, да, сейчас сложное время, да, я сравниваю его с процессом, знаете, эволюции, выживет сильнейший, соответственно, слабые уйдут, слабые уйдут, а сильные останутся, для того, чтобы потом, соответственно, сорвать вот этот куш, так и в блогерстве, везде, вот, в любую профессию возьмите, что слабые уйдут, а вам нужно закрепиться и остаться для того, чтобы потом взять, взять свое. И еще, если у вас, вы сейчас жаловите, что нет клиентов, как-то слабые уйдут продажи, вот этот кризис, он вскрыл ту рану, которая, которая кровоточила давно, у вас давно уже были проблемы, вот давно уже было что-то шилка-валка, тяжко-сложно, просто сейчас эта ситуация обострилась и, скажем, показалось, показалось, вот как оно есть, поэтому не вините себя, ой, пхуды, не вините другие государства, общества, кризис, санкции и все остальное, в первую очередь, не то, извините, дело во мне, я и скажу, если у меня падают просмотры на канале, значит, дело во мне, неинтересно, неинтересная тема, Жень, неинтересно, неинтересно, да, то есть не зрителей, надо что-то менять, надо заставлять тебя меняться, пробовать новое, в общем, такие дела. Кошмир, в общем, понятно, становиться, не становиться риелтором, может становиться сами, но имейте в виду, что сегодня риелтор-блогер должен быть, если вы решили стать риелтором, и второй момент, придется пахать, работать, видео, статьи в Дзене, встречи, обзоры, то есть вот-вот, ты в процессе, ты в процессе, процесс, 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 и тебя не остановить, все, ты идешь, 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 все, удовольствие, удовольствие, маленькая сделка, что-то заработал, окей, опыт, дальше, 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 базой обрастаешь, обрастаешь, телефон, все, чаще звонить, чаще, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, все, пошло, вот. Друзья, 1, 2, 3, 4 я в Москве, со мной можно встретиться, заказать кое-какие вкуснятины даже, ну можете финскую пасту заказать, здесь две штуки в коробке, так что москвичи, коршуны из Москвы, если есть желание со мной как-то встретиться, пообщаться, если вот надо вам что-то с финских товаров, пишите внизу мои контакты и если хотите вот вообще коршуны в целом со мной пообщаться лично, внизу ватсап, телеграм, группа коршуны Санкт-Петербурга, жду каждого там, ребята, я там красиво фотки буду размещать из Москвы и мой вконтакт, так что жду, пишите, если хотите со мной лично пообщаться, это услуга платная, вместе с тем она есть, так что пишите, ребята, пишите, рад буду познакомиться с кем-то, рад буду вам помочь, замотивировать вас, вдохновить, так что обращайтесь, шмакодюльки, шмакодюльки, ребята, скоро новый 2023 год. Надо будет ставить цели, будем с вами думать, как дальше зарабатывать, как выкручиваться сложных, сложных этих жизненных обстоятельств, ну что сделаешь, ребята, такое время, ничего не остается подстраиваться, подстраиваться и все, вот так, так что надолго с вами не прощаюсь, скоро сниму новое видео, пока вы смотрите, я уже думаю, про что вам интересно рассказать, так что маленькое-маленькое пока, ну и по традиции, пальцы вверх, пальцы, вот, улыбнулись, зарядили коршуна позитивом через экран, как можете, ребята, волны пошлите, либо комментарии хорошие напишите, хочу от вас видеть позитив, хочу, а вам вот, позитив от меня, хорошо, все, ребятки, пока-пока, шмакодюльки, пока, скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok